Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePath. Сегодня у нас с вами урок по Python. И мы с вами продолжим уроки с модулем TK-Inter. На этом уроке мы с вами научимся выводить текст на экран. В этом окошке Canvas, в котором вы можете рисовать. Итак, если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Смотрите, здесь у меня уже открыт файл my6.py И он открыт в редакторе idle. Конечно, первое, что мы с вами должны сделать, это заимпортировать наш модуль TK-Inter. Пишем from TK-Inter import звездочка. Сейчас только что мы с вами заимпортировали все методы и функции этого модуля. Конечно, мы должны создать с вами новый объект TK, который присвоим, конечно, вот этот класс TK, к которому мы сможем обращаться и уже работать со всеми функциями и модулями этого модуля. Так, первое, что мы с вами сделаем, конечно, давайте создадим область для рисования, куда мы и будем с вами выводить наш текст. Пишем canvas, равняется. Конечно, вызываем из TK-Inter функцию canvas. В скобочках передаем объект TK, запятая, например, width, ширину, равная 500, запятая, high, равная тоже 500. Отлично. Для того, чтобы у нас с вами этот canvas применился к нашему окошку, мы должны его активировать. Активируется он простым образом. Пишется canvas.pack. Вот так вот. Теперь у нас с вами окошко будет шириной и высотой 500 на 500 пикселей. Run, run module. Окей. Смотрите, вот наше окошко. Оно 500 на 500 пикселей. Теперь мы готовы к тому, чтобы вывести текст сюда. Делается это очень просто. Пишется canvas, точка, createText, createText, в скобочках передаются координаты, куда выводить текст. Например, 50,50, запятая, переменная текст. Что мы будем выводить? В кавычках запишем там, hello world, например. Hello world. Вот так вот. Потом, конечно, мы можем передать цвет этому тексту. Feel равняется, например, blue. То есть он будет синим. И также мы можем передать сюда шрифт, который мы будем использовать. Ну, давайте сначала выведем по умолчанию. Run, run module. Окей. Смотрите, у нас с вами написался hello world. Ну, довольно мелко. Давайте мы с вами сделаем теперь это крупной надписью. То есть поменяем шрифт и размер шрифта укажем. Закрываем окошко. Копируем эту команду. Еще раз. Укажем другие координаты. Например, 150 пониже. Blue сменим на red. И теперь укажем шрифт. Запятаем. Так, сделаем на весь экран. Фон равняется. И в скобочках мы передаем сюда два значения. Первое, в кавычках, название шрифта. Например, times. А потом через запятую размер. Давайте возьмем 35. И давайте сместим немножко наш x. Например, тоже на 150. Run. Run module. Окей. Так, смотрите. Hello world у нас с вами теперь присутствует. Отлично. Таким образом мы можем менять цвет и выводить его в любом месте на экране. Давайте выйдем еще что-нибудь для закрепления материала. Скопируем эту команду еще раз. Выведем в координатах, например, 250 на 250. И просто high напишем. High world. Сделаем размер, предположим, 55. Шрифт возьмем не times, а Helvetica. Вот так вот. Helvetica. Run. Run module. Окей. Так, high world. Вот, пожалуйста, следующая надпись. Конечно, цвет можем ей поменять на любой другой. Например, сделать black. Черный. Вот так вот. Run. Run module. Окей. Так. Вот наше окошко. То есть теперь вы можете не только кнопки размещать на экране, но и также писать какой-нибудь текст. То есть у вас уже получается почти полное приложение. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Ставьте лайки. Комментируйте. Задайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо.